В ролях обитателей антикварного ареала и их друзья. В эпизодах «Случайные люди и обыватели». Блохи антикварного ареала. В антикварном ареале «Случайные люди» определяются по первым фразам, как чужаки в кубанской станице. Здорово, братан. Когда тебя люди звонили, интересовались, из Москвы, из Питера, пробивая, чё-то как. Дал я им расклад. Ну ты не забывай, звони. Не поучаствуй, а хоть посмотреть. Интересная история назревает, Хорси. Обыватели, попадая в антикварный ареал, обычно остаются без денег, с фальшивками на руках, которые напоминают перечитать сказку про поле чудес и его обитателей. Добрый день. А с кем можно насчёт антиквариата переговорить здесь? Примерно нет. Добрый день. Выкладывайте на стол. Он купил в интернете на разных площадках вот эти предметы, как подлинный антиквариат. Но когда получил, возникли некоторые сомнения. Хочу, чтобы вы проверили, посмотрели, реально ли это подлинный антиквариат или нет. На ложке в месте клеймения образовалась трещина, совершенно не характерная для весьма пластичного серебра. А подтверждением подделки фальшивая проба 84 ложка обошлась инвестору в 3000 рублей. Вилка серебряная и даже подлинная, однако безвозвратно испорчена фальшивым именником Грачёв. Изготовители фальшивок не смогли до конца удалить именник подлинного мастера, изготовившего вилку. А кроме того, они не знали, что Грачёв к 1888 году уже 15 лет как умер, а его именник аннулирован. Дополнительный тюнинг именником Грачёв увеличил стоимость вилки до 12 тысяч рублей. Современная ложка из сувенирной лавки с клеймом 1842 года. Отбой от клейма замаскировали причудливыми символами, а подделку в ложке выдает разлитая цветная эпоксидка. Убыток инвестора при покупке этой ложки составил 1000 рублей. Очень уставшая ложка из Советского Союза. Конца 80-х, начало 90-х годов производства завода Северная Чернь. На ложке от бытования уже начал выпадать рисунок, и она годится разве что в металлолом. Однако изощренные продавцы Фуфлариата назвали её ложкой с двойным клеймением Фаберже и продали незадачливому покупателю за 10 тысяч рублей. Ещё одна очень уставшая ложка с нулевой стоимостью, так как она не серебряная. Изготовители фальшивок поставили латвийское клеймо 30-40-х годов и увеличили её стоимость до 2000, продав обывателю-инвестору как серебряную. Все эти предметы имеют фальшивые клеймы. Вы говорите, что приобретали эти предметы на различных площадках. Вы готовы указать, на каких площадках вы покупали их, и кто вас консультировал, что эти предметы подлинные? Да, конечно. Опыт, полученный в результате посещения различных площадок по продаже антиквариата, показывает, что объектив камеры вызывает наибольшее волнение именно у продавцов сомнительных товаров. А продавцов у Фуфлариата следует признавать экстремистами за дискредитацию русского ювелирного искусства, подрыв экономики и обман граждан России. Не надо фотографировать, пожалуйста. Не надо говорить. Не-не-не, подождите, камеру не надо трогать. Александр, не надо. А в чем проблема? Я вам говорю, не надо. Только руками камеру зачем трогать? Я же вам в глаз не тыкаю. Не надо фотографировать. В чем проблема? Зачем? Я вообще не Александр, вы ошиблись. Не надо, не надо. Что хочешь вот снимаю себе? Кто такой вообще? Я кто тогда, ты кто такой. Этот вопрос, зачем мне задает? Вот ты когда с кого-то снимаешь, ты разрешение спрашиваешь. Ты вообще зачем ко мне подошел? Да затем ты ходишь, провокацию решаешь. Ты ж подошел сюда. Умный. Вопрос какой? Вопрос такой, блядь. Хуй в кожаном. Ну иди дальше. Ты так и не разговариваешь. Слышишь, иди нахуй сюда. Я покажу, как разговариваю. Иди нахуй, я тебе сказал со своей камерой, пока я тебя в очко... А то что будет? А то поебалу получится, блядь. Что ты, дебил, ходишь здесь, всех снимаешь, блядь? Дальше что? Блядь, как вебал бы тебя сюда, блядь. Хуево, ебанадо. Все? Смотри, не напрягайся, а то пухнешь начинкой. Слышь, ты ублюдок, блядь. Ты сейчас допиздися, блядь. Зарегистрировавшись под ником антифуфлариат и рассматривая лоты на указанной посетителем площадке, к своему ужасу я обнаружил, что количество фальшивок и откровенного фуфлариата значительно превышает количество подлинного антиквариата в продаже. Вступив в переписку с продавцами фальшивок и указывая в публичных комментариях под лотом на признаки подделки, изрядно возмутил сообщество фуфлариатчиков. Продавец Тенге предложил поспорить, что его предмет подлинный, на стоимость экспертизы, а после моего согласия и предложения по увеличению ставки занес черный список. Последующие короткие переписки под фальшивыми лотами также приводили к занесению в черный список, а солидарные стяжательством продавцы подделок, оставляя свои комментарии, продолжали вскрываться и пополнять списки фуфлариатчиков. Артур представился посторонним человеком и поставил мне диагноз. И я зашел полюбопытствовать лоты, выставленные в продажу Артуром. Беспокойство Артура о моем психическом здоровье было вполне обоснованным. Как только я увидел эту фуфлямбу, в моей голове тут же появилась больная фантазия, как мастера фирмы Фаберже своими маленькими ювелирными молоточками, несколько суток сменяя друг друга, медленно забили насмерть авторов этой фальшивки. Продавец утверждает, что это шедевр музейного уровня для богатых коллекционеров. При этом после дистанционной покупки никаких претензий не принимает. И совершенно комично выглядит приписка «Смотрела Мунтян. Есть уверенность». Мунтян Татьяна Николаевна, ведущий эксперт по искусству Фаберже, эксперт по атрибуции культурных ценностей Министерства культуры РФ. Предметы, на которые Татьяна Николаевна уверенно посмотрела, находятся в музее Фаберже, а эта фуфлямба с фамилией известного мастера позорит русское ювелирное искусство. Как и большинство продавцов у флориата, Артур начал с оскорблений, перейдя на дискриминацию по географическому положению. После моего замечания, что литература по теме и клейма на ювелирных изделиях одинаковые в Москве и регионах, Артур принялся критиковать мой нулевой рейтинг и отмечать недостаток моего образования по региональным условиям. И продемонстрировал ошибку, типичную для безграмотных продавцов фальшивок, указав единственный известный ему источник информации. Фуфла у Постникова начитался. Марина Михайловна Постникова-Лосева, искусствовед и музейный деятель, создатель каталога клейм русских ювелиров. Я неоднократно замечал, что фуфлориатчики двойную фамилию автора воспринимают как каталог двух соавторов – Постникова и Лосева. Прояснив для себя личность оппонента, Артур продолжил высокомерно поучать с оскорблениями и даже пытался назначить свидание. И не успев получить согласие, добавил меня в черный список. Переписка под лотом с фальшивой солонкой то ли 91-й, то ли 56-й пробы принесла еще более интересные результаты. Продавцы фуфлориата ярко демонстрируют старинную скифскую поговорку «У плута колпак дымится» и своим безосновательным хамством инициируют проявить к ним интерес. Раздел этого продавца вполне оправдывал ожидания. Он специализируется на тюнинге бросового хрусталя из СССР. Советские вазы утяжеляют металлом с фальшивыми пробами и выдают за антиквариат. Металлические детали в виде накладок с фальшивыми клеймами закрепляют на местах продолжение резьбы по стеклу со следами выступающего клея. Производители фальшивок забывают, что ручная резьба на вазах является частью художественной композиции изделия, а для крепления составных деталей при производстве оставляли гладкие места, не имеющие узоров. Здесь в широком ассортименте представлены хрустальные вазы, конфетницы, фруктовницы различных конфигураций, утяжеленные и усиленные металлическими частями с фальшивыми клеймами 84, указывающими, что предмет из серебра. Идея по перевоплощению непродаваемого советского хрусталя с многочисленными сколами заслуживает твердой пятерки, а воплощение напоминает о необходимости перенести эти шедевры гаражного творчества из раздела антиквариат в раздел сувениров к радужному мылу ручной работы и разноцветным веревкам. Лоты продавца фальшивой солонки в полной мере продемонстрировали, что производство фуфлариата поставлено мошенниками на поток. На всех выставленных лотах этого продавца золочение на изделии нанесено после установки именника и пробирного клейма. Это противоречит технологии производства и правилам клеймения ювелирных изделий. Фуфлариат с горячей эмалью выдают липовые клейма и характерный для подделок признак, растекающийся из-под контуров перегородок цветная эпоксидка, выдаваемая за горячую эмаль. Дело в том, что горячая эмаль – это стекловидный порошок, при нагревании плавится, а за счет высокого поверхностного натяжения формируется в каплю и растекаться, как жидкость, не может. Кроме того, все эти фальшивки изготовлены гальваническим копированием. Гальванопластика – формообразование из цветного металла при помощи осаждений из раствора под действием электрического тока. Открытие гальванопластики в 1838 году принадлежит русскому ученому Борису Семеновичу Якобе. На изделиях, выполненных гальванопластикой, остаются характерные следы в виде различных раковин и микроотверстий, замаскированных густой темной патиной, которая на самом деле является плохо удаленными остатками графита от гальванической формы. Подобные идентичные следы можно рассмотреть на многих фальшивых предметах, выставленных в продажу. А точная форма подлинного антикварного изделия и остатки рисунка помогают продавцам фуфлариата вводить в заблуждение покупателей, демонстрируя подобные предметы в каталогах изготовителей. И очень важный фактор. Анализ фальшивок всегда показывает, что качество сплава, из которого произведен поддельный предмет, выше 900-й пробы серебра. А так как изделие выращено гальваникой из раствора азотнокислого серебра, то материал, из которого изготовлена фальшивка, и является чистым серебром. Полученные по технологии гальванопластики точные копии дорабатывают по технологии под названием гальваностегия, также открытой Борисом Якобе в XIX веке. Гальваностегия. Электролитическое осаждение тонкого слоя металла на поверхности какого-либо предмета. Для придания покрываемой поверхности декоративного вида. Возможно нанесение покрытия из драгметаллов на любые поверхности, включая предметы из диэлектрических материалов. Учитывая изложенное, можно утверждать, что клейма и пробы на представленных предметах фальшивые, так как являются гальванокопией плохого качества. А в результате совмещения двух технологий, гальванопластики и гальваностегии, получаются фальшивые изделия из высокопробного серебра с кривыми буквами в клеймах, покрытые слоем золота. Специально искать фальшивки на этой площадке не было необходимости. Каждый первый лот с громкими заголовками «Редкость», «Шедевр», «Музей» оказывался фальшивым. Дальнейшее публичное общение с продавцами подделок привело к блокировке аккаунта по многочисленным жалобам. Переговоры с модератором площадки принесли положительные результаты в виде разблокировки и информации об общественных специалистах, признанных сообществом, в качестве экспертов. Для анализа колоссального объема фуфлариата и вскрывшихся связей торговцев фальшивками потребовался дополнительный интеллект, и я обратился к коллегам из отдела информационной безопасности. Совместно разработанный алгоритм позволил проявить связи фуфлариатчиков с авторитетным в сети интернет-форумом, на котором умышленно, либо по безграмотности экспертов производится подтверждение подлинности, атрибуция и оценка фальшивок. Следующая серия. Каждый первый Вася, позволяя себе безнаказанное хамство в интернете, ошибочно мнит себя анонимом. Мой аккаунт Ретрохлам заблокировали навсегда за попытку дестабилизации форума. Моих зрителей блокируют на форуме с формулировкой «лон Ретрохлам». Я воспринял как комплимент профессиональный комментарий авторитетного эксперта Антикфорум. Уважаемые участники форума, есть предположение, что в лице посетителя под ником Ретрохлам участники форума познакомились с функционированием так называемой виртуальной личности. Виртуального персонажа, который был сгенерирован на базе искусственного интеллекта и настроен разработчиками на грубый диалог, провокацию и психологическую манипуляцию.